Традиционно накануне Международного дня защиты детей в МВД проводится большое количество мероприятий. Одним из наиболее масштабных является региональный этап всероссийского конкурса «Полицейский дядя Стёпа». Его организатор – МВД России. В этом году в акции приняли участие дети сотрудников службы подразделений ведомства, а также районных отделов полиции. В общей сложности представлено более двух десятков работ. Возраст участников – от 6 до 14 лет. Которые распределились на три категории. Поделки изготавливались с детьми индивидуально, в творческих кружках и под руководством наставников. В жюри, в состав которого вошли представители общественного совета при ведомстве Светлана Дорошенко, Фатиме Джигунова, а также руководители кадрового управления и прислужбы ведомства, полковники внутренней службы Лариса Шубина и Байзет Гамлешко, определила победителей акции. Вот эта картина, да? Да, и вот эта. Вот и вот эта. По результатам конкурса лучшими работами признаны возрастной категории от 6 до 8 лет Дианы Бакиевой, от 9 до 11 лет Муртаза и Светланы Хапачевых, от 12 до 14 лет Дениса Олейникова. Лучшие подделки будут направлены в МВД России для участия в федеральном этапе конкурса. В Адыгее полиции задержаны две приезжие женщины по подозрению в совершении мошенничества в отношении пожилых людей. Пенсионерке в возрасте от 73 до 87 лет отдали аферистам полмиллиона рублей. Так, в полицию города Майкопа заявлением обратилась 82-летняя жительница республиканского центра. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили неизвестные, представили с сотрудниками правоохранительных органов и проинформировали о задержании родственника. Однако, собеседники сообщили, что вопрос можно решить, передав за эту услугу определенную сумму. Пожелаемая Копчанка поспешила выполнить полученные рекомендации и в итоге лишилась 90 тысяч рублей. Также выяснилось, что для получения денег к ней прибыли две незнакомые женщины, которые должны были забрать сумму для получателя, инициатора звонка. Спустя некоторое время в полицию Майкопа поступило еще три аналогичных по содержанию заявления. Потерпевшие – жительницы республиканского центра в возрасте от 73 до 87 лет, которые в общей сумме перевели неизвестным около полумиллиона рублей. В результате проведения комплекса мероприятий сыщики установили личности подозреваемых. Ими оказались две безработные женщины в возрасте 36 и 40 лет, недавно приехавшие в Адыгею из других субъектов. Необходимо отметить, что в каждом из выявленных случаев мошенницы целенаправленно выбирали пожилых людей, которым звонили и сообщали о якобы задержании их родственников и сами же выступали в качестве посредников при передаче денег. По всем этим фактам, следствием отдела МВД по городу Майкопа возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданину. Сейчас Майкопский городской суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал обеим фигуранткам меру пресечения в виде ареста на два месяца.